Жительница Самары Римма Петрова пакует чемодан и готовится справлять новоселье. Римме Васильевне 85 лет, половину из которых она прожила в доме номер 127 по улице Галактионовской. Сейчас он оказался на пути строительства станции метро Театральная. Римма Петрова рассказывает, что ситуация расселения сталкивается не в первый раз. С рождения она жила на улице Рабочей, а когда стали строить мемориал Ленина, их дом снесли. После окончания института Римма Васильевна уехала во Владивосток, где прожила 18 лет. Но заскучала по Самаре и решила вернуться. Как партийному работнику ей дали тогда трехкомнатную квартиру на Галактионовской. Сейчас она подлежит изъятию. Оценкой трехкомнатной квартиры на Галактионовской специалисты занялись весной текущего года. Деньги поступили на счет без задержек. На средства компенсации Римма Васильевна подыскала равноценную квартиру. Также с тремя комнатами на Красноармейской. Квартира хорошая, также на третьем этаже трехкомнатная. Новый вариант, чем понравился, что это рядом с дочерью. Потому что дочь живет на углу Арцебушевской и Красноармейской с мужем. Римма Васильевна говорит, торопится переехать, ведь под окнами развернулись масштабные работы. Идет разработка стартового котлована для новой станции метро. Работы производят с опережением графика. Глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннелепроходческий комплекс, должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Сейчас рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована, удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. В стадии крепления последний, третий пояс. На стройке трудится около 150 человек, а когда начнутся основные работы, количество строителей увеличится до 400-450 человек. Трудностей с финансированием нет. Во время проведения всех циклов работ, особенно в период подземной проходки механизированного комплекса, те здания, которые находятся рядом со строящимся метро и не подлежат демонтажу, будут мониториться в круглосуточном режиме с помощью автоматизированных комплексов. Они снимают до полутора тысяч показаний в сутки. Сейчас такие комплексы уже работают, например, на зданиях в районе строительства по улице Галактионовской и на здании Самарского академического театра оперы и балета. Датчики показывают, что все в норме. Специалисты также отмечают, что еще при проектировании метро акцент был сделан на том, чтобы минимизировать зону расселения домов и изъятия имущества. После монтажа начнется проходка счета. В этот период никто не должен оставаться в домах. 212 жилых помещений, принадлежащих собственникам, и 73 помещения, которые были предоставлены горожанам по договору социального найма, необходимо отселить. В частности, жилье по найму эксплуатирует 287 человек. По 53 помещениям, которые занимают более 150 горожан, информация была актуализирована к концу минувшей недели. Проведена адресная работа. Среди проживающих в 53 помещениях порядка 50% граждан высказали пожелание остаться в историческом центре, а именно в Ленинском районе. Также в качестве альтернативы назывались железнодорожные и Октябрьские районы. Шесть семей согласны переехать в Куйбышевские, промышленные или Кировские районы. Что касается собственников жилья, то к настоящему времени с ними заключено 82 соглашения, в которых фигурирует 114 человек. Региональным министерством строительства и средств, предусмотренных в соответствии с заключенными соглашениями, собственникам выплачиваются денежные средства, без обязательного целевого использования. То есть человек может свободно ими распоряжаться, купить жилье, либо израсходовать деньги по своему усмотрению в зависимости от личных нужд. Потратить, например, на покупку автомобиля. Для того, чтобы начать работу, фактически нужно освободить площадку от занимаемых строений, на которые влияет строительство метро. То есть те здания, которые по техническому состоянию находятся в аварийном состоянии на текущую дату, они должны быть снесены. После завершения строительства первой ветки метро и ввода и эксплуатации станции театральный интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно пользуясь подземным общественным транспортом. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая, Николай Сидоров. События. Виктория Шарая, Николай Сидоров.